Больше года не утихали коммунальные войны жителей домов на улицах Колпакова, 10, Институтская, 6. Сначала управляющая компания ГК ДОС не смогла заключить договор со всеми собственниками. Потом сразу в трёх подъездах одновременно прорвало трубы с горячей водой. Жители отчаянно добивались правды. Не переставали жаловаться на обслуживание домов, на лифты и домофоны, которые работали с постоянными перебоями, учитывая, что домам нет и шести лет. Словом, претензий к управляющей компании набралось достаточно, чтобы сменить её. Вот только сделать это собственникам жилья оказалось непросто. Мы шаг за шагом двигались к успеху сегодняшнего дня. Наши собственники, пострадавшие в потопе в январе этого года, выиграли суд против компании ДОС. Компания ДОС была признана виновным. Также мы добились перерасчёта тарифа на содержание в связи с проведённой мусорной реформой. Ещё мы сделали перерасчёт тарифа на домофонные услуги, которые уже были ранее включены по условиям конкурса в тариф на содержание, но начислялись нам отдельно. После обращений в администрацию округа и области, госжилинспекцию, МЧС и даже на телевидение, наконец удалось сменить управляющую компанию. По решению собственников жилья с 1 ноября 2019 года городская управляющая компания «Домжилсервис» приступила к содержанию домов на Институтской 6 и Клопакова 10. После технического инженерного обследования двух домов были составлены дефектные акты. Дома были, будем так говорить, мягко не в очень хорошем состоянии, особенно касающиеся содержания инженерных систем. А если говорить про подготовку к зиме, то по закрытию теплового контура. Была неисправна система пожарной сигнализации, многочисленные замечания по лифтовому оборудованию и забитая система канализации. За месяц работы новая управляющая компания смогла устранить многие из выявленных нарушений. И теперь по пунктам обсуждают с жителями текущий ремонт, которому приступят уже в следующем году. Наше мнение, что однозначно жители хозяева своего дома и у разумных жителей, мы поняли, управляющая компания будет слышать их и взаимодействовать с ними. Они, жители, будут идти на поводу управляющей компании. Можно было говорить о каком-то отчаянии, что наступило безысходность, и мы не в силах ничего сделать. Но благодаря упорству членам наших советов домов, а также поддержке колоссальной и администрации города Матищи, и губернаторам Московской области, а также государственной жилищной инспекции, мы смогли этого вместе добиться. Несмотря на предстоящие объемные работы по ремонту, собственники жилья смотрят на эти проблемы уже с оптимизмом. Готовятся украшать елку на детской площадке к новогодним гуляниям всем двором. Ведь если бы не поддержкой участия каждого жителя, не удалось бы добиться качественного содержания своего дома. Дарья Ильинская, Денис Корнев. Информационная программа День.